Всем привет, народ! Сегодня ко мне приехал новый Моник от фирмы АОК. 27 дюймов. Я давно хотел себе такой монитор. В чем его особенность? Это то, что этот монитор непростой. У него разрешение 4К. 4К разрешение. Это значит, что он максимально детализированный. Это значит, что картинка будет максимально четкая. И плюс еще большая диагональ. 27 дюймов. У меня сейчас есть тоже монитор, но он, конечно, проигрывает по характеристикам этому монитору. У меня 24 дюйма, у меня Full HD, а этот 27 дюймов. И еще и 4К. А еще у него встроенные колонки. Сам монитор. То есть мне не надо даже колонки покупать. У меня они есть, но я могу прослушивать музыку даже с монитора. Это очень круто. Давайте его распакуем. Поставляется он вот в такой вот картоновой коробке. Модель U27P2. Называется этот монитор AOC U27P2. 27 это значит, что это диагональ 27 дюймов. Ну что ж, пришло время открыть этот 4К Моник. Итак, что же у нас идет в комплекте с этим монитором? Ну, как всегда, конечно, подставка, на которой он будет стоять. Нога, на которой он будет держаться. Нога здесь прочная, металлическая. Подставка здесь пластиковая, но она тоже такая прочная. И она еще и крутится. Она может крутиться. Это тоже прикольно. Дальше идет кабель для подключения монитора к нашему блоку питания. Это DisplayPort. Далее у нас здесь есть специальный кабель для питания этого монитора. Следующий кабель это получается HDMI. То есть у вас будет выбор, либо подключать через HDMI кабель, либо через DisplayPort к видеокарте, либо к своей материнской плате, если у вас видеокарты нет. Далее еще идет диск с драйверами, информация о энергопотреблении и инструкция. Ну и еще какой-то кабель, это тюльпаны, как я понимаю. Вот. Ну и сам Моник. Сам Моник. АОК. Кнопки находятся на лицевой стороне, не внизу, как у многих мониторов. Кстати, это удобно, потому что, когда они находятся внизу, непонятно, куда ты там тыкаешь. Неудобно. А еще бывает сзади находятся кнопки. Это тоже неудобно. Здесь они на виду сразу. Вот они стоят. Здесь включение, настройки, дальше. Это значит пластиковая такая типа рамка. АОК. И рамка здесь, по сути, идет только внизу. А вот эта боковая рамка, она так называемый безрамочный уже дизайн он имеет. Рамка есть, но она как бы, она не выпячивается. Она идет вровень с экраном. Это сейчас такой стильный дизайн, типа а-ля безрамочность. Но нижняя рамка, она именно заметна. Ну и логотип АОК. Логотип АОК. Сейчас нужно это все собрать. Нужно это все собрать. И подключить. Вот какие здесь интерфейсы присутствуют. Несколько USB-шек. Фух. Ну и вот как выглядит сзади. Вообще 27 дюймов Monique считается довольно большим. Есть, конечно, и больше модели. Это стандартный монитор. Это не широкоформатный монитор 21 к 9. 16 к 9 соотношение сторон. Вот. То есть стандартное соотношение сторон, но диагональ довольно большая. Итак, друзья, монитор собран. И вот так вот он смотрится на рабочем столе. Просто такой монструозный, огромный, брутальный монитор. И для примера, вот как смотрится мой старый 24 дюйма Samsung. И вот он 27 дюймов АОК. То есть между 27 дюймами и 24 дюймами. Сейчас я их еще немножко получше поставлю. Вот так я их установил. Видно, что разница большая. На Samsung еще видны старые вот эти вот рамки, которые выпирают. Здесь рамки не выпирают. Блин, смотрится, конечно, очень круто АОК. Сейчас я его буду подключать к сети. А еще мне понравилось, что он регулируется во многих положениях. То есть я его могу поднять выше. Просто раз, и он выше стал, да? Могу опустить максимально вниз. Просто обычным движением руки. То есть это все делается, можно сказать, ну, вручную. Не надо ничего подкручивать там. Тяжело регулировать. Ты его просто чуть-чуть поднял, и все, и он держится сам. Все, зафиксировал. Потом чуть-чуть можешь припустить, и все. Потом еще можно чуть-чуть припустить. До самого низа, до самого пола его опустить. Порой это бывает нужно. Раз, и все. Смотрите еще, какие есть регулировки у этого монитора. То есть это первая регулировка. Вторая регулировка. Я его могу по наклону регулировать. То есть наклон самого экрана. Я могу его сделать вот так. Могу его сделать вот так. Тоже это все делается вручную. Ничего не надо подкручивать, ничего менять. Раз, два. Вот такой диапазон. Не сильно большой, но в принципе достаточно. А еще самое интересное. Я его могу крутить. То есть традиционно монитор находится в горизонтальной ориентации. Но я могу сделать вот так. Так. Сейчас надо немножко поднять, чтобы у него было побольше места для разворота. Вот так. Раз, и все. И он у меня поворачивается в вертикальную ориентацию. Прикиньте, со всех сторон я его могу крутить. И потом обратно. В обраточку. Сейчас не очень удобно это делать рукой одной. То есть это все делается руками. Без отверток, без всего. Все фиксируется надежно, качественно. Кабель питания идет без блока. Питания. То есть это просто кабель. Блок питания, как я понимаю, встроен уже сам в корпус этого монитора. На старом мониторе у меня не так. На старом мониторе у меня блок питания идет отдельно. Вот он, блок питания от старого монитора. А здесь блока питания нет. Здесь просто идет кабель, подключается к монитору и все. О, ребятушки, первое включение. И это, конечно, просто сказка. Минимальные рамки по бокам и вверху. Нижняя рамочка, конечно, побольше. Горит индикатор. То, что сейчас монитор у нас работает белого цвета. И экран просто огромнейший. Блин, на таком мониторе кайфово будет смотреть фильмы. Реально кайфово смотреть фильмы. Причем здесь есть даже колонки встроенные. Понятное дело, они не такие прям супер мощные, серьезные. Но все равно это круто. Это может сэкономить вам тысячу-две на покупку отдельных колонок. Вы посмотрите, какой чистый белый цвет здесь. Я зашел сейчас в настройки. И здесь указано разрешение. Ребята, действительно, это 4К. Самое высокое разрешение сейчас стоит. Это 3840 на 2160 пикселей. Вот так вот. А давайте посмотрим для примера, как смотрится 800 на 600. Оу, какая пиксельная картинка. Нет, такое нам не нужно 800 на 600. Мы поставим самое высокое, которое рекомендуется. Окей, сохранить. Вот такой вот экранчик. Так, ну что у нас здесь по настройкам? Давайте посмотрим, что вот эта кнопка означает. Это как раз открытие всех настроек. Настройки на английском языке. Ну, в принципе, можно разобраться. Color Setup. Можно отрегулировать саму цветопередачу. Ой, выключил нечаянно монитор. Да, вот эту кнопочку ни в коем случае вообще не нажимайте. Это включение, выключение. Да, сейчас надо разобраться еще, какая кнопка за что отвечает, где подтверждение, где что. Вот, собственно говоря, разобрался. Это у нас листается. А вот эта кнопка, это подтверждение. Например, Color Temp. Стоит сейчас Warm, что значит теплый. Можно поставить нормальную цветопередачу. Можно поставить Cool, холодную. sRGB, User. Можно настроить под себя. Прибавить красного, синего и зеленого цвета. Ну, давайте поставим пока Normal, чтобы она не уходила ни в теплые оттенки, ни в холодные. А вот я и добрался и до языка. Да, действительно, английский. Сейчас мы попробуем заменить его. Франциско, испанский, португальский, датский, итальяно, свенско-польско, русско-русско. Все, русский язык ставим. Все, теперь у меня все настройки на русском. Это уже хорошо. Ну, в общем, здесь очень много настроек. Очень много настройок. Есть игровой режим даже. Но, кстати, этот монитор не сказать, что прям суперигровой, да, потому что здесь стандартная частота обновления 60 Гц. Как и у моего прошлого монитора. Есть игровые мониторы, но они совсем, ну, как бы с другими характеристиками. Там 144 Гц встречается, там 120 Гц. Здесь обычная частота 60 Гц. А вот так идет видео. Я поставил сейчас видео, записанное в 8К. На таком мониторе, конечно, все очень четко выглядит. Посмотрите, какая детализация. И сейчас у меня звук идет из встроенных колонок. Офигеть, просто четкость. А еще, ребята, у этого монитора есть в ноге специальное отверстие. Я только сейчас понял. Специально, чтобы кабели сюда прятать. Потому что вот так вот они торчат не очень красиво, да. А если мы их выведем вот сюда, в это отверстие, они будут все упорядоченно находиться вот здесь, посередине. То есть надо сейчас мне будет переделать это. У меня раньше такого не было. Я об этом не знал. А сейчас понял, для чего это отверстие нужно. По умолчанию стоит обычный режим с не очень высокой яркостью. 70%. Также здесь есть экономический режим. Ну, энергопотребление, так называемый, да, экономический. А есть еще регулировка яркости. То есть я могу поставить сейчас яркость на сотку. И тогда у меня станет очень-очень яркий. Могу отрегулировать контрастность. То есть все это регулируется вот этими кнопками. Уменьшение, увеличение. А вот переключение с колонок, с внутренних колонок, монитора. Вот послушайте, как они звучат. Это вот так звучат внутренние колонки монитора. Это максимальная громкость. Теперь переключаюсь на свои динамики. В таком разрешении. Так, ну что, ребят, куда пойдем? К березовику? Сейчас колонки. Или к подберезовику. И снова монитор. Ну, конечно, конечно. Понятное дело, что у монитора не такие продвинутые, как отдельные колонки. Но все равно, если у вас сломались колонки, если у вас нет денег купить колонки, колонки в мониторе это всегда плюс. Это как бы такое приятное дополнение. Вот в старом мониторе у меня нет колонок. А здесь есть. Ну и тип матрицы у этого монитора это IPS. Также монитор поддерживает технологию Flicker Free. То есть он не мерцает. Это для того, чтобы ваши глаза не уставали. Очень полезная функция, чтобы долго сидеть за монитором и глаза ваши не уставали, не портились. Покрытие матовое, антибликовое. Весит такой монитор около 7 килограмм. Ну а также к монитору можно подключить даже наушники. Здесь есть специальный разъем 3,5 миллиметра, чтобы слушать музыку и никого из окружающих не тревожить. Вот он этот разъемчик 3,5 миллиметра. А теперь, пожалуй, пришло время его установить за место моего старого монитора. Так сказать, уже на основное его место. Итак, ну все, я поставил этот монитор, еще поставил масштаб 225%, чтобы немножко увеличивались все иконки, потому что на таком большом мониторе очень маленькие иконки изначально по умолчанию. Поэтому я поставил 225 масштаб. Сейчас вот все комфортно абсолютно. Расстояние у меня до компьютера примерно около метра, я думаю. Вот. Так что, ребят, вот такой вот монитор. Вот так вот он выглядит. Ссылку оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.